Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, это очень важно, делать вот такие вот встречи, потому что для сегодняшней молодежи они как губки впитывают любую информацию и они, к сожалению, у них очень мало вот такого вот общения, почему-то, я не знаю, надо делать больше таких встреч, потому что, посмотрите, во-первых, они с большим удовольствием слушали, они задавали вопросы, то есть они любопытные, да, по долгу, по роду своей профессии журналисты должны быть любопытными, да, а они еще и корректные, вот. И, ну, почему же не прийти к таким людям, которые, в общем-то, потом будут носителями этой информации, да, и вот я задавала тот вопрос, который меня очень сильно интересует. Мне кажется, что в наше время вот таких экстремальных ситуаций журналисту всегда полезно быть рядом с психологом. Сегодня мы встретились с экстремальными психологами ДСНС. Как для журналиста, я уверен, что многие ребята узнали, но лично я как бы прекрасно понимал, что в таких ситуациях, например, как обсуждались сегодня в экстремальных, как после обстрелов или после бомбежек, что нужно быть определенно толерантным к людям и входить в их положение, не задавать каких-то провоцирующих вопросов. Если честно, знала очень много всего интересного в плане того, как психологу нужно работать с людьми в экстренных ситуациях. Раньше я очень увлекала психологией, мне это нравилось, и я много раз задавалась вопросом, как нужно себя вести правильно с людьми, которые потеряли близких, и советы, которые дала сегодня Анастасия, очень могут помочь в том, как подойти к человеку, спросить его, особенно в нашей профессии, потому что неизвестно, где мы будем работать, возможно, нам придется столкнуться с чрезвычайной ситуацией, и эта встреча действительно дала мне несколько таких важных советов по тому, как мне нужно будет работать, как себя нужно будет проявить. Субтитры создавал DimaTorzok